Как выходить из замкнутого круга? Зачем это необходимо? Значит, сейчас слегка расширение этого знания. Существуют определенные техники осознанного входа в конкретную точку в круге повторяющихся каких-то событий, цикла жизни. В конкретное событие осознанного входа, осознанного выхода. К примеру, почему это важно? Когда мы движемся по жизни, в любом случае мы каким-то методом встречаемся, соединяемся с определенными личностями, людьми. Соответственно, какая-то ситуация в определенной точке, круга, по которому мы движемся, либо спирали развития, даже если мы уже в спирали развития, соответственно, в какой-то конкретной точке, какая-то ситуация, если эта ситуация деструктивная, эта ситуация могла отразиться в жизни другой личности. К примеру, две личности встретились, произошла какая-то ситуация деструктивная, соответственно, остался след, след от ситуации для двух персон. Это может быть больше персон, двух, трех, группы. Ну, рассматриваем ситуацию, если это для двух персон. Соответственно, определенная деструктивная ситуация оставила след в жизнях двух персон. Существуют определенные техники осознанного входа конкретно в эту точку, которая деструктивная для двух персон, для того, чтобы исправить ошибку. А это способно отразиться в жизни в той части, где сейчас находятся эти личности. К примеру, личность вышла из замкнутого круга, развивалась по спирали, но конкретная деструктивная ситуация осталась где-то в этой точке. Вторая личность вышла, развивалась по спирали. Соответственно, существует способ. Но при этом, когда мы выходим, определенные деструктивные ситуации прошлого, они влияют в момент сейчас, способны влиять. Соответственно, чтобы улучшить жизнь, существует техника прихода в конкретную точку, в том, в той части, в том круге, для того, чтобы исправить ошибку, чтобы вот в этой части, где уже находимся сейчас, улучшился момент, улучшилась жизнь. Чтобы вот этот вот фон, который происходит с точки деструктивной ситуации в момент сейчас, в жизни, в теперешнем моменте, ситуация прошлого в жизни, в теперешнем моменте, чтобы улучшилась эта часть, потому как она же фонит в эту сторону. Соответственно, чтобы улучшилась эта часть, мы способны прийти в точку, исправить ситуацию, далее двигаться в развитии по спирали. Когда один исправляет ошибку в конкретной точке, существует версия о том, что это способно отразиться в жизни второй персон, второй личности, которая участвовала в этой деструктивной ситуации. Соответственно, такая интересная техника. Когда мы уже научились выходить из замкнутых кругов, когда мы делаем это вот так легко, мы осознанно можем войти в круг, в конкретный момент жизни, далее осознанно выйти, исправив какой-то деструктивный момент, исправив какую-то ошибку, откорректировав какую-то часть жизни, для того, чтобы в дальнейшем жизнь улучшалась далее. Вот таково второе знание касательно того, что любые ситуации, деструктивные либо позитивные, способны оставлять след в жизни других людей, личностей. Соответственно, а мы способны улучшать этот след, либо жить так, чтобы оставлять позитивные, приятные следы, если уж по-другому никак, когда мы движемся по жизни, мы в любом случае какие-то следы способны оставлять. Либо мы оставляем эти следы самыми чистыми, либо это приятные следы могут быть. Но если это уж деструктивный момент, тогда исправляем ошибки, корректируем жизнь, след в которых остался для этих личностей, личностей, этих конкретных персон, конкретных личностей. Вот таково расширение того знания, которое мы стартовали разглядывать. Роскошного дня тем, кто приходил. Счастливо!